Новости 24 продолжает эфир телеканала ННТ. Я Хадижа Курбанова. Здравствуйте! Коротко о том, что ждает вас сегодня в выпуске. 10 тысяч рублей на детей можно будет получить и в августе. Инициативу обсудили в Госдуме. До одного из главных мусульманских праздников всего несколько дней. Курбан-Байрам на подходе. Как готовиться к нему в разных частях столицы, смотрится сегодня в выпуске. Пол плохой, нехороший. Не могла я на нем кататься. А теперь? А теперь могу вот только здесь. На одной из махачкалинских улиц отремонтировали проезд ко двору. Просьба жильца дома не осталась незамеченной. Подробности выпуска. Каспийский четырехлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа. От полученных травм он скончался в больнице. По этому факту проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Следственный комитет Дагестана. По предварительным данным, ребенок выпал из приоткрытого окна квартиры в 6 утра. С переломом основания черепа он был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы, где и скончался. Следователи устанавливают подробные обстоятельства инцидента. Выплаты в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет продолжатся. Об этом сообщает ряд федеральных СМИ. Инициативу одобрили в Госдуме. По мнению парламентариев, такая выплата и в августе очень нужна российским семьям, чтобы помочь родителям собрать детей в школу. Кроме того, депутаты считают, что сама постановка вопроса о повторной раздаче денег вполне корректна, поскольку эпидемия коронавируса в стране еще не закончилась. На ряде предприятий по-прежнему действуют ограничения, а многие граждане все еще не нашли себе работу. С 1 августа работающим пенсионерам повысят пенсию в среднем всего на 279 рублей. Об этом сообщает отделение Пенсионного фонда по Республике Дагестан. Дополнительных заявлений писать не нужно, перерасчет произведут автоматически. Пенсия будет индексирована 125 тысячам работающих пенсионеров. Повышение распространяется только на официально устроенных пенсионеров и индивидуальных предпринимателей, то есть тех, кто платит страховые взносы. Считанные дни остаются до праздника Курбам-Байрам. В Республике идут подготовительные работы к празднеству. И главный вопрос, конечно же, где можно будет провести обряд жертвоприношения в Махачкале. Муфтиат Республики отвел для этого в пригороде столицы две площадки в районе бывшего ипподрома, а также возле торгового дома Киргу, где и побывал наш корреспондент Хамзанур Магомедов. На сегодняшний день здесь установлено 70 загонов. Каждая из них будет по 100 голов. А на этом месте пройдет сам процесс закалывания жертвенного животного. Буквально в двух метрах пройдет разделка туши. Весь процесс жертвоприношения за одного человека займет около 30-40 минут. Стоимость одного жертвенного животного в этом году по словам организаторов ориентировочно составит от 6-7 тысяч рублей и выше. А услуги специалиста по забою и работа по разделке туши и распределению мяса по пакетам обойдется верующему всего лишь в 500 рублей. Полностью от начала до конца, от закалывания. И будут люди, которые будут помогать, как с правильностью намерения прочитать, какую молитву прочитать. Будут специально подготовленные люди, студенты, муталимы. Это все ему подскажет. Человек разделает полностью мясо. Если желает полностью в пакеты, и здесь тоже подоставить в пакеты, завернуть в пакеты, забрать с собой. И если есть желание, оставить здесь же на месте, для малой мучих тоже оставить. Таким образом забирает свое мясо, садится на машину и спокойно уезжает. Даже без непачков руки спокойно он может всю процедуру делать очень легко. На пунктах забоя будут обустроены стоянки для машин и места для молитвы. Организуют также бесплатное горячее питание и напитки. Все пройдет в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Цель духовенства – создать для верующих комфортные условия и облегчить им совершение обряда жертвопроношения. Пройти на место забоя можно будет всей семьей. Напомним, что праздник Курбан-Байрам в этом году приходится на 31 июля и продлится 4 дня. К мэру столицы Дагестана обратился житель дома по улице Лизы Чайкиной. Мужчина с ограниченными возможностями здоровья попросил городоначальника отремонтировать проезд ко двору дома, находившийся в плачевном состоянии. Ему, как никому другому, доставляли дискомфорт, неровные дороги и отсутствие асфальта во дворе дома. Просьба махачкалинца не осталась незамеченной. Подробности в следующем сюжете. Еще недавно здесь было ни пройти, ни проехать. Качество дороги оставляло желать лучшего. И если основная масса жильцов дома как-то привыкла к таким условиям, то махачкалинец Рашид Салманов свыкнуться с этим никак не мог. Благодаря обращению местного активиста, проезд со стороны двора к улице отремонтировали в кратчайшие сроки. После этого мои соседи обращались туда к ним, к этим подрядчикам, работникам, по поводу проездную часть асфальтировать. Тут вообще невозможно было проехать, честно говоря, не то что на коляске, даже на автомобиле. Услышали нашу просьбу. После вышли на меня его помощники, приехали к нам их заказчики, увидели вот это все. Ну, короче говоря, буквально две недели не прошло, асфальтировали нам этот проезд. Таким изменениям рад не только Рашид, но и его соседи, и даже самые маленькие. Апробацию нового асфальта здесь проводят на самом разном транспорте. Пол плохой, нехороший, не могла я на нем кататься. А теперь? А теперь могу вот только здесь. Здесь катаешься? А на чем катаешься? На велике и на самокате. У меня ролики тоже есть, правда, я на них не умею. Даже самим просто приятно выйти, детям на велосипедах покататься, дети даже, допустим, выходят, женщины с колясками и так далее. То есть, скажем так, очень нам нравится. Большие проблемы местные жители испытывали не только из-за подъездной дороги, но и из-за качества дорожного полотна на самой улице. Трудно было проехать даже автомобилистам. Сейчас же всю улицу имени Лизы Чайкиной ремонтируют в рамках проекта «Улица Победы». Большая проблема – это ширина улицы, машины, негде было парковаться. 30-я маршрутка, моя любимая. Не могла туда-то там проехать. Сейчас нормально все. К сожалению, не отремонтированных дорог, как и самих дворов и проездов ко дворам, остается в Махачкале еще множество. Обращения поступают из разных районов города. В мэрии проблемы решают по мере возможности. Сейчас в республике идет активная работа по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», которая охватывает все новые и новые улицы. Гурбан Рагимов, Магмед Абдул Муталибов, телеканал ННТ, Махачкала. Онлайн-дискуссия с ведущими учеными страны и незабываемый полезный опыт. Школьники республики, ставшие победителями международного конкурса проектов и прикладных исследований, презентовали свои работы сотрудникам в МГУ имени Ломоносова. Беседа была посвящена поведенческим факторам здоровья школьников. Ребята раскрыли такие темы, как особенности питания школьников, коснулись их речевых привычек и образа жизни подростков в целом. Напомним, что в число лучших попали команды гимназии номер 13 и 35-й города Махачкалы, а также команда Хибдинской школы из Шамильского района Дагестана. Организаторы высоко оценили подготовку ребят и сами проекты дагестанских школьников, которые, работая над этой темой, фактически приняли участие в разработке программы по сохранению и улучшению здоровья школьников страны. Дагестанский боксер Заур Абдулаев проведет бой после почти годичного простоя. 22 августа поединок с участием Каспичанина возглавит турнир от RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. На счету Абдулаева 11 побед при одном поражении. Сейчас он на шестой строчке рейтинга WBC. Последний раз боксер дрался в сентябре прошлого года с американцем Дэвином Хэйни. В бою за титул временного чемпиона мира он получил перелом скулы. И рефери в четвертом раунде остановил поединок. Абдулаеву потребовалось больше полугода, чтобы восстановиться, поэтому предстоящая встреча станет для него возвращением на ринг. Соперником нашего спортсмена станет обладатель пояса чемпиона Евразии Павел Маликов. Турнир пройдет без зрителей на арене Академии единоборств РМК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова